В самом центре Поволжья, на обоих берегах Великой Русской реки Волга, раскинулась Ульяновская область. Уникальной географической особенностью Ульяновска является то, что проходящие через него Волга и Свияга текут в противоположных направлениях. Борьба водных стихий всегда отражалась на энергетике города и его жителей. Ульяновск является родиной и местом формирования вождей обеих русских революций – Александра Федоровича Керенского и Владимира Ильича Ленина. Их семьи дружили на протяжении долгих лет. Подобно двум рекам, эти исторические личности вели нашу страну в совершенно противоположных направлениях. Город был основан в 1648 году, а в 1924 переименован в Ульяновск в честь Владимира Ульянова-Ленина. Регион ковался подобно стали в тяжелые годы Первой мировой и Великой Отечественной войны. В Ульяновск эвакуировали многие промышленные предприятия из западных регионов страны. В обеих войнах продолжалась упорная работа над производством военной техники и вооружения для нашей армии. В Великую Отечественную войну на территории области изготавливалась каждая шестая шинель, каждый шестой патрон. Ульяновский патронный завод, например, является старейшим в России после Тульского. В 2020 году Ульяновск стал одним из восьми областных центров, которому президентом Российской Федерации присвоено звание «Города трудовой доблести». Ульяновск — единственный в Приволжском федеральном округе, где расположены два международных аэропорта и один из самых длинных речных мостов в Европе. В городе действует крупное авиационное предприятие, обслуживающее самый грузоподъемный в мире самолет «Руслан», первый вылет которого был осуществлен именно из стен Ульяновского авиапромышленного комплекса. Автомашины Ульяновского автомобильного завода можно встретить в десятках стран мира. А в малых, холодных и быстрых реках области обитает одна из самых больших в Европе популяций дикой ручьевой форели. Ульяновская область хоть и является небольшой по размерам, на ее территории можно встретить совершенно разные природные ландшафты. Южный ее район является пустынной степью, в то время как с северного края начинается Великая Русская тайга. Со времен русских писателей Карамзина и Гончарова сохраняет Ульяновск и свои культурные традиции. В 2001 году город становится культурной столицей Приволжского федерального округа, а через четыре года входит число литературных городов ЮНЕСКО. Работа же сотрудников Следственного управления Следственного комитета России по Ульяновской области заключается в том, чтобы оберегать и сохранять спокойствие и социальный комфорт ее жителей. В Следственном управлении 10 территориальных следственных отделов, из которых 3 в областном центре и 7 межрайонных следственных отделов. Кроме того, в аппарате Следственного управления 2 отдела по расследованию особо важных дел. Всего в штате Следственного управления состоит 183 человека, из них 95 — это следователи и 10 — следователи-криминалисты. Профессионализм следователей управления, их закалка, позволяют расследовать даже самые сложные уголовные дела. Одно из таких — убийство известного предпринимателя Амирана Алояна. Его тело обнаружили на лестничной клетке собственного дома. Преступник выстрелил ему прямо в голову. Тогда в Димитровграде даже ввели план перехват, но по горячим следам найти убийцу не удалось. За неделю следователи проделали большую работу, допросили сотни человек, провели десятки обысков. Жена погибшего в преступлении обвиняла родственников, но со временем под подозрение попала сама. Ведь ее водитель и подчиненные дали показания, в которых рассказали, что женщина просила их убить собственного мужа. В итоге на подобный шаг за 500 тысяч рублей согласился другой подчиненный. Вот так стрелял, то есть вот так, прям. Обвиняемый даже дал показания против заказчицы убийства, но после от них отказался. Подозреваемый поменял свою позицию. Большое количество адвокатов, они были представлены из разных субъектов Российской Федерации. Вступление большого количества ходатайств, которые приходилось разрешать в ходе следствия. 30 томов уголовного дела, кропотливая работа следователей и в результате грамотно собранных доказательств приговором суда на основании единодушного обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей, двое обвиняемых признаны виновными, им назначено наказание в виде 13 и 14 лет лишения свободы. Еще одно резонансное преступление совершено в 2020 году. В следственный отдел поступило сообщение о пропаже человека. Все указывало на убийство. Обнаружен автомобиль со спущенным колесом, который принадлежал исчезнувшему, а на задней двери обнаружен след от выстрела из огнестрельного оружия. Подозрение пало на двоюродного брата пропавшего. Он задолжал мужчине миллион рублей и, как выяснили следователи, не торопился возвращать. Получить серьезные доказательства вины предполагаемого убийцы помог тщательный анализ записи видеокамер наружного наблюдения, с помощью которого был установлен важный свидетель и применение специальной криминалистической техники. Под определенным советом устанавливает на различных объектах и предметах следы биологического происхождения, в том числе кровь. Ее обнаружили в багажнике подозреваемого. Выяснилось, мужчина выстрелил в брата, после тела завернул в полиэтилен, и в этом ему помог знакомый, который и дал показания против убийцы. Погибшего они спрятали в деревянном колодце на глубине 4 метров. Суд присяжных признал подсудимого виновным в убийстве из корыстных побуждений. Его приговорили к 15 годам лишения свободы. В ежедневном режиме следователи расследуют тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе коррупционные. Так, в 2016 году заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Осянин пытался решить вопрос преступной группы за определенные ежемесячные выплаты. Организованная группа лиц производила и сбывала крупными партиями фальсифицированный алкоголь. Полковник полиции, в свою очередь, предупреждал их о проверках, предоставляя иные важные служебные сведения. Всего Осянин получил через посредника от членов преступного сообщества взятку в виде денег в особо крупном размере на общую сумму более 12 миллионов рублей. Приговором суда Осянину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет со штрафом в размере 38,5 миллионов рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 10 лет, с лишением специального звания полковник полиции в отставке. Ульяновская область – это многонациональный регион с широкими социальными, экономическими и культурными связями по всей Евразии. Чтобы убедиться в этом, достаточно пройтись по Ульяновску, по его спокойным улицам и увидеть лица людей десятков национальностей, многие из которых являются студентами высших учебных заведений из разных континентов планеты. Сохранять в области законность и правопорядок – ежедневная задача сотрудников управления. Субтитры создавал DimaTorzok